Мы играли в хорошем гуле. Мы были играть в хорошем гуле. Я считаю, что вы отыграли хорошую игру. Были моменты, которые, к сожалению, не использовали. Я думаю, что у нас есть хорошие игры, которые мы сзади показали. У нас есть возможности, которые мы не хотим. Но у меня нет результатов, который мы сзади. Я считаю, что результат не закономерен. После того, что я увидел его. Я не могу сказать, что это не будет. Вопросы, пожалуйста. Олег Лысенко, Чемпионатком. Мистер Капелло, вы успели посмотреть видео? Можете ли сказать, что пересекли мяч в первом моменте? И что еще для второго гола? В этом году. Мистер Капелло, у вас уже есть возможность посмотреть видео? Вы можете подтвердить, если это был в последний момент? И что еще для второго ситуации? Что еще не было? Вопросы, что вы еще видели? Вопросы, что видео я не видел. Первое видео я не видел. Гол, как я видел со скамейки, пришел так. Пытались быстро выбирать контратак. Они будут высшему пластику, быстро в Ионова. Они реально выглечили тюльпаду. Они были высшими скамейками. И они пострадали на тюльпаду. Они были в шоке и перескали. Они перескали в два клуба. И на протяжении, они передали прямо на нападающему. Два игроков, которые были в положении игры, когда пришла передача флага, оказались двое перед нашим двором. Вы действительно считаете, что на поле была команда или это было 11 крепких, состоявшихся уже в жизни ребят? У меня была команда, которая играла, но, к сожалению, не допустили эту ошибку и нас за нее наказали. У меня была команда, и мы получили эту ошибку, и поэтому мы были преступлены. Когда у нас есть возможность, мы должны использовать это. Да, я думаю, что это все, я думаю, что это все. И если у вас есть возможности, вы должны выиграть. Должен сказать, что игры, которые я видел перед этим против Черногории и против Шведов, которые они отыграли здесь, в Астрии, в каждой игре они создавали достаточно большое количество игровых моментов. Сегодня в Нью-Субмошок, когда я посмотрел, что игры, которые я видел в России против Монтенегу, 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 они получили очень много шансов в этих играх. Сегодня у нас не было так много шансов в России против Шведов. Синер Капалово, вы говорили накануне, что исход матч с Молдавией решила одна ошибка, сегодня решила одна ошибка. Неужели класс сборных Австрии и Молдавии настолько выше, что они используют свой единственный момент за игру, набирая дачки, а мы не можем реализовать множество моментов, как вы утверждаете, и теряем эти дачки. Вы уже говорили, что в Молдавии у нас есть ошибка, и мы потерялись от пунктов. Сегодня вы говорили, что мы потеряли все ошибки, которые они получили. И вы получили ошибки, что они потерялись от пунктов. Возможно, чтобы они потерялись от пунктов. Ошибка, наверное, заключалась сегодня в простом. Мы хотели выбежать в быструю контратаку, пока было замешательство. Получили эту передачу за спину. И два игрока, которые оказались сначала в положении игры, который забивал еще чуть дальше, практически их уже невозможно было достать. Вот и все, ошибка. Технический план. Да, Антис. Продолжение следует... Скажем так, что в игре с Молдавией, единственный момент, который у них был, они его использовали. Практически всю игру Молдавия проводила в Уорони. Это была одна игра, которая пыталась виноваться в Уорони. Сегодняшняя игра заключалась в том, что и одна, и вторая команда искали успех в атаке, пытались выиграть. Это была одна игра, которую ту дверь эскуадра хотели выиграть. Какие команды сегодня хотели выиграть? Это была одна игра, которая была очень тенсионная, и это было очень большое напряжение. Субтитры создавал. 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 Наши средние линии, чтобы она была шире. Это было не то, что Мамедов сегодня не играл, и Загуан был гораздо позже. У команды было сильно равновесие, и мы хорошо играли, располагались. Я нужен был быстрый игрок на правой бротке. Такой как Кают Ионов. Когда играет Самедов, все просят, чтобы играл Ионов. Когда играет Ионов, все просят Самедов. В этот раз я поставил шаттер справа. Потом мы сделали шаттер, и мне кажется, что это была решение. Загуев не был остерен север. Понятно, что Загуев это не флаговый нападающий, флаговый защитник. Я думаю, что это центральный пункт для игроков. Поэтому я пытаюсь поставить два стерлинга, которые могут создать опасные ситуации. Ионов и Загуев в середине. Я думаю, что я имел в этом уровне. Я был в этом уровне. Я был в этом уровне. Когда играли, что он хочет, чтобы Саминидов был в этом уровне, он играет Ионов. Если вы хотите, то играет Саминидов. Сегодня я поставил Шартову. Конечно, что он не сильнее на правой фланге. Но я просто хотела, чтобы эта правая фланга быстрее на вверх, как Ионов. И он вообще очень хороший, центральный, который может очень сильно attackать. Сегодня Ионов и Саргольф. Он вообще очень хороший игрок. Мистер, это была седьмая официальная игра в этом календарном году. Из них лишь одна победа для Лихтенштейна. У вас долгосрочный контракт. Как вы думаете, как эту сборную можно перестроить? Потому что результат этого года очень печальный. И если брать конкретную ситуацию в группе, насколько она поправима для выхода напрямую на чемпионат? Мистер Каппелла, вы обслужили уже 7 игры. В этом вы только один игрок, который Лихтенштейн, вы получили. В целом результате не было плохо. У вас долгосрочный контракт. У вас сложно играть. Я работаю на благо национальной сборной. Я стараюсь делать все в Луле как можно лучше. Вы играли две официальные игры дома, две официальные на Уэзи. Сегодня мы проиграли. Я работаю только в Луле как национальной сборной. Я делаю все, по-моему, возможно, чтобы угрожать и угрожать. Мы играли две игры дома. Два играли назад. И теперь мы победили. Поэтому нужно работать. И сделать так, чтобы игроки, как они сегодня говорят, чтобы играть в этом ритме и в этом速е. Ну, выход, наверное, простой. Что нужно продолжать работать, как можно серьезно. Показывать как можно чаще ту игру на тех скоростях, которые были продемонстрированы сегодня. Что я хочу сказать? Мы просто должны работать над нами. Мы должны работать над нашей скоростью. Эта команда угрожает возможность и это мы должны создать. Мы сделали хорошие игры с Суэзией. Мы сделали хорошие игры сегодня. Возможно, мы боремся с Молдориа. По-моему, вы можете подумать, что вы думаете, что вы хотите. На мой взгляд, мы отыграли хорошую игру против Швеции. Мы отыграли хорошую игру сегодня. К сожалению, мы отыграли. Не смогли обыграть в Молдавии дома. Это на мой взгляд. Понятно, что есть люди, которые думают по-другому. Я думаю, что мы сделали очень хорошие игры против Швейдии. Ладно, мы победили против Молдавии. Мы потеряли, хотя мы тоже играли. Сегодня мы не могли победить. Мы не могли победить. Я думаю, что мы хотим победить. Но я считаю, что мы играем. Но я считаю, что мы играем. Что мы играем в Молдавии. Я считаю, что мы играем в Молдавии. Мы играем в Молдавии. У меня играем в Молдавии. Я считаю, что мы играем в Молдавии. Это очень важный. Так, что мы играем в Молдавии. И мы играем в Молдавии. Это не так, что мы играем в Молдавии. Это очень опасная, когда мы играем в противопадки. играют очень компактно хорошая команда в которой тяжело забить хорошая команда организована и сейчас это закона к и еще а и как и мы должны быть на машине группу и подсказать что завершен масштаб из сеги перешен масштаб из астана там он сбит и за он в встрече в Это очень сильная и очень хорошая команда. Если вы уже думаете о команде, то я не знаю. У нас есть еще одно место для себя. Но я не могу ничего сказать. Следующий вопрос. Добрый вечер. Три коротких в одном. Первое, влияет ли на настроение вашей зарплаты? Будет ли работать с командой Кристиан Панучи и Масимонери? И когда вы встретите Смурко? Нет, договоритесь все больше. Давайте остановимся и будем говорить о сегодняшней игре, которая закончилась. Фагм будет запохнуть. Редми его подошли. Это рассвета просто слишком. На сегодняшней игре вопрос. Где из последних матчей победа над командами-карликами? В чем причина? В чемпиале-карликами? В чемпиале у нас было две игры. Звучит два. В чемпиале у нас есть маленькие звери. Что скажете? В чемпиале? Я думаю, что футбол на международном уровне и любая игра национальных сборных Это просто не существует, что есть легкие соперники, тяжелые Это всегда игры, которые национальные сборные маленькие проводят, скажем, на максимуме физических сил, самодача, тактические готовят Можно привести много примеров, как и со сборной Испании, с Германии На международном уровне нет слабых соперников Я бы сказал, что на международном футболпакете нет футболзверки И каждая команда, которая в таком турнире играет, играет максимум, играет сильный футбол И мы видим, как маленькие команды против Spanien, против Донача, которые очень сильны Это означает, что нет легких или тяжелых соперников в таком турнире И каждая команда пытается сделать это лучшее и хочет gewinnen Спасибо, спасибо Спасибо, спасибо 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 Спасибо